Новое видео выходит каждый день в 20.00 Сразу хотел бы сказать, название данного видео кликбейт, если конечно же эта формулировка подходит к данному видеоролику. Лично, вот как кажется мне, я просто сделал громкое название для того, чтобы привлечь максимально большое количество людей. Ну уж извините, да, за то, что мне приходится придумывать громкие названия, дабы вы нажали на картинку данного видеоролика. Просто понимаете ли, YouTube так работает. YouTube так работает, я не могу ничего с собой поделать, просто для того, чтобы мои ролики смотрели, я должен делать охуительное превью, должен делать охуительные названия видеоролика, громкие вот эти вот, да, и как-то удерживать вас до конца данного видеоролика, чтобы как-то вот видео шло дальше, оно продвигалось, я становился богаче, у меня было больше просмотров, женщины вот этой вот, знаете, всемирной популярности, которую так жаждут многие люди, а именно Ярослав Брулев, как бы это один из самых лучших людей вообще в принципе в мире. Однако ладно, однако ладно, сегодня мы не будем говорить о каких-то там вот этих вот, знаете ли, людях, которых мы уже затрагивали как-то, нет. Сегодня поговорим про человека, которого я может быть если и затрагивал, то ну как-то косвенно на вот этом вот канале какого-то отдельного ролика насчет него не было. Хотя у него практически 50 тысяч подписчиков, однако вы знаете, подписчики никогда не являлись ключевым числом, вот на который я мог равняться для того, чтобы сделать какой-то видеоролик на человека. Там хоть у человека, блять, 5, хоть там у него 10 подписчиков, хоть у него там, блять, миллион, мне похуй, ролик я на него сделаю хоть как, мне абсолютно похуй на это. Понимаете ли в чем дело? Потому что не так давно, вот прям вот я записываю данный видеоролик, вот именно озвучку данного видеоролика, именно вот в этот вот день ушел этот самый человек. Там, я не знаю, вы наверное уже по превью могли понять кто это, однако если вы не поняли, то я еще немного потяну интригу, потяну хренометраж для того, чтобы дотянуть до 10 минут, 0-1 секунды, дабы вставить как можно больше рекламы и всего-всего прочего, так сказать. Задушу вас по максимуму, чтобы вы смотрели и такие, ебабля, а как же сложно смотреть этот ролик, пиздец, я засыпаю, бля. Бля, ну в общем, что-то наподобие того, в общем-то ушел GTA Самп Ютубер Бурбон в целом из Сампа, вы знаете, многие люди, когда они вот так вот уходят из Сампа там или делают еще что-то подобное, они чаще всего пиздят, как бы, чтобы привлечь к себе максимальное внимание, типа, а потом они через какое-то время все-таки возвращаются в GTA Самп Ютуб и такие, типа, ебать, классно, я буду снимать разнообразные видеоролики, все будет классно, опять-таки, вернем весь актив, который у нас был до этого, там, будем зарабатывать миллион. Миллионы, миллиарды, триллионы денег, вот, и всего-всего прочего. Вы знаете, многие выражают какие-то слова поддержки, вот, и всего прочего бурбону, хотя лично я, я не забываю какие-то события, которые были, там, знаете ли, до этого, я все всегда пытаюсь помнить, все всегда пытаюсь досконально разбирать, все вот всегда пытаюсь досконально доносить до людей, дабы они понимали, кого они смотрят, кого они там почитают, кому они, возможно, на стримах донатят, делают еще что-то подобное. Конечно же, донатить, там, какому-нибудь ютуберу, стримеру и так далее, это дело сугубо каждого человека, хочешь задонатить, задонать, но просто я вот расскажу всю подноготную данного человека. И вы знаете, был бы это, наверное, какой-нибудь любой, практически другой GTA, сам ютубер, я бы сказал, ну, наверное, типа, ну, ну ладно, ушел и ушел, но хоть и делал какую-то хуйню, но все равно, допустим, его контента будет не хватать каким-то там людям, возможно, детям, кому-то еще. Но Бурбон, вот именно Бурбон ушел, понимаете ли, Бурбон, тот самый человек, который рекламировал пранк от Джимми, при помощи которого, блять, убили онлайн сам, просто он до сих пор там более-менее как-то, я заделал стойку от микрофона, пиздец. Он до сих пор там более-менее как-то пытается возвратиться, но вот так или иначе, многие люди там на Аризоне, в том числе, еще где-то из-за ебаного вот этого вот пранка от Джимми, пранка от вот этого вот ебаного Лайф Сампа, пранка от этого вот всего Бурбона от Павлова, многие люди реально продали свое имущество, блять, и просто ушли из Сампа, да, по-настоящему, не как там Бурбон сейчас уходит или еще кто-то, я более чем уверен, что потом он так или иначе вернется, потому что, ну, я не знаю, вот кто уйдет со стабильного дохода, когда там ему платит Даймон, когда там платят прочие люди, когда, в принципе, можно просто сидеть на вот этой вот протоптанной дорожке и все, или как-то там идти по ней, или вроде того, но вы мне сейчас хотите сказать, что Бурбон реально, он такой, знаете ли, аскет, ему не нужны какие-то вот эти вот самые материальные вещи, он вообще, в принципе, может проживать без воды и еды, и, в принципе, похуй, он, типа, берет и вот просто вот так вот уходит, зачем, для чего, при том, что у него стабильное сотрудничество и так далее, однако, это не все, это вот прям, знаете ли, это не все, что я хотел вам сказать по поводу данного человека, потому что ролик, вы знаете, получается на очень мало количества минут, а нужно, как бы, сделать его побольше для того, чтобы максимально много вставить вот этих, вы знаете, рекламных вставок и всего-всего прочего, ладно, ладно, я уже что-то немного, знаете ли, заговорился, это, ну, как-то, я не знаю, удачи и всего прочего не принесет. Дело в том, что Бурбон прославился тем, что снимал летсплей, нет, вы не ослышались, он снимал летсплей, на летсплеях в течение, там, я не знаю, 4-5 лет, сколько он занимается ютубом, он набрал, вот там, сколько, почти, что 50 тысяч подписчиков. Как бы, неплохой результат для летсплеера, да, я, там, за 6 лет нихуя не набрал на своем основном ебаном канале, то есть, если бы я занимался чем-то одним, вот, как я сейчас занимаюсь с сампом, разумеется, я бы набрал намного, там, больше уже какую-то аудиторию и так далее, я вообще уже жалею, что я в этот ебаный самп полез, лучше бы я дальше остался снимать Майнкрафт. И я, я просто, я уже не знаю, блядь, я уже 200 раз пожалел, что, блядь, не осталось снимать Майнкрафт, сейчас бы, блядь, в 16 лет, там, в 15 ездил бы на Ламборджине, по итогу в 17 лет имею только какой-то, блядь, компьютер, на котором могу озвучивать и снимать видеоролики для вас, но я благодарен и за это, безусловно, тем людям, которые смотрели мои рекламные видеоролики, тем людям, которые меня, возможно, как-то поддерживали на стримах и так далее. Но, вы знаете, Бурбон, он снимал тот тип контента, который, в принципе, в 2019 году не нужен абсолютно никому, то есть, летсплеи, зачем они, кто, вот, просто все уже люди посмотрели летсплеи, уже никто не хочет смотреть летсплеи, если вы их не преподносите как-то грамотно, как-то хорошо, как-то, вот, знаете, прям так, чтобы хотелось смотреть, никто их не будет смотреть, потому что летсплеи, они, в принципе, нахуй никому не нужны, они умерли, там, где-то в 2014-2015 году вместе с обзорами на видеоигры, хотя обзоры на видеоигры я бы сейчас сделал, вот, чисто, знаете, или для себя, потому что вот эта ниша, она интересна, однако, я снимаю сам, и до обзоров игр еще достаточно далеко, нужно еще на этот канал отснять тысячу видеороликов, потом посмотреть на результат, сказать, пиздец, 10 тысяч подписчиков, блять, за тысячу роликов, ну, хотя, нет, неплохой результат, если будет именно такой результат, там, и, знаете, по 3-4 тысячи просмотров, можно будет и остаться, мне кажется, хотя, вы знаете, какая у меня статистика будет, там, знаете, 10 тысяч подписчиков, там, по тысяче просмотров, типа, ну, это пиздец, ну, это уже, как бы, так или иначе, неплохо, но, пиздец, Все равно это так или иначе пиздец. Вы знаете, вот, ну как-то я не знаю, вот многие там начали писать, многие начали говорить, пиздец, самп теряет ютуберов, блядь, ютуберы уходят, кто же будет приносить онлайн серверам. Да, блядь, Бурбон это полная хуйня, он просто занимал, блядь, гигабайты, там, терабайты места на серверах ютуба своими бессмысленными видеороликами, блядь, не принося ничего взаимно. Да, возможно, сампу от него был какой-то прирост, но этот прирост, он был настолько незначительным, настолько хуёв, что вот если он уйдёт, то ничего не изменится, понимаете ли? Просто ничего, эта тварь, которая она только, знаете ли, она только губила онлайн сампу вот этим вот своим пранком, потому что хотела там максимально большое внимание к себе привлечь, для того, чтобы его обсуждали, для того, чтобы там о нём говорили и что-то такое ещё. Мы с ним неоднократно списывались, там как-то говорили, сам по себе он вроде бы не тупой, вроде как размышляет неплохо, нам с ним, по-моему, по одинаковому количеству лет, типа мы с ним ровесники, или он даже там постарше немного, но так или иначе, типа, ну он, ну это полная хуйня, ну, блядь, летсплей снимать, ладно бы он там разговорные ролики снимал, я бы сказал, да, братишка, типа, а мы нас, людей, которые снимают разговорные ролики, их там можно по пальцам одной руки пересчитать, а ты вот сейчас вот так вот уходишь, разумеется, жалко, но ты давай поддержим тебя в какой-то будущей сфере и так далее. Мало того, что Бурбон водился с ебанами у ебанами, по типу, там, я не знаю, Павлова, там, каких-то прочих людей, там, возможно, не респектовал им, но так или иначе, на какие-то разоблачительные ролики постоянно высирал свои комментарии, типа, ебать, для чего это, зачем это, типа, ну, ну, пиздец, вы там хуйню какую-то делаете, вот я реально контент делаю, летсплей, е, реально, вот, летсплейная банда ютуба, нахуй, мы с бароном геймкороносом там такое сделаем, вы вообще охуеете, я вот, я сейчас не рофлю, вы можете подумать, что, типа, я рофлю, блядь, какой человек в 2019 году будет на полном сервисе снимать летсплей, нет, нет, Бурбон не рофлю, Бурбон не рофлю, он серьёзно, он, блядь, летсплей и снимал, и вы знаете, вот, какая причина того, что он перешёл, вот, вы, возможно, блядь, угадаете, возможно, вы никогда не угадаете, потому что, ну, он туповат, он тупой, мне кажется, то есть, это пиздец, чуваки, мне кажется, он реально тупой, он, типа, такой, ебать, ну, я отснимал всё в сампе, и, в принципе, ну, всё, типа, а чё ещё можно снимать, реально, я же на Даймонд ролеплей всё отснимал, типа, сам мне больше не интересен, пиздец, да он мне перестал быть интересен, блядь, в 2016 году я до сих пор по нему видосы снимаю, я, блядь, тоже отснял всё, что есть, но вы знаете, возможно, Бурбон не знает, я ему сейчас открою вот такую маленькую тайну, такой маленький секрет, Бурбон, ты знаешь, как бы, есть другие сервера, кроме Даймонда, на них есть другие системы, там, как бы, можно подделать много разнообразных, знаешь ли, других вещей, которых, допустим, не было на Даймонде, есть какие-то уникальные системы подработок, есть там ещё какие-то системы, допустим, как на той же Аризоне, или там ещё где-то, можно переключаться с сервера на сервер, тогда тебе не надоест, однако вот эти вот рабские условия сотрудничества с Даймонд ролеплей, возможно, они его вывели просто на то, что он перестал снимать какие-либо ролики, вернее, перестанет снимать какие-либо ролики по сампу, вроде как сам вот YouTube он не забрасывает, я, если честно, не смотрел тот 20-минутный, там, сколько, 26-минутный видеоролик, он мне, в принципе, не интересен как человек, да и он сам сказал, что, типа, если я вам не интересен как личность, можете не смотреть, а, разумеется, его послушал, разумеется, мы с ним в нормальных отношениях, как-то даже в одной конференции GTA, сам ютуберов состояли, в общем, было классно, было круто, Бурбон реально красава, реальный респект, почаще рекламируют эти вот самые пранки от Лайф Сампа, там, ради своего какого-то собственного пиара, реально, молодец, Бурбон, красава, давай, делай всё вот, много другу, посмотрим, посмотрим, что ты будешь снимать дальше, если это не сам контент, если ты вернёшься назад, то ты просто, ты фальшивка, пойманная за руку, вот как-то так можешь тебя охарактеризовать, реально, то есть, пиздец, просто вот так вот эпатировать, и потом вернуться назад, но тебе просто дороги назад уже нет, ты как Фрайдей уже, наверное, я просто, я по-другому даже не знаю, как можно сказать, в общем-то, ладно, не знаю, когда выйдет данный видеоролик, потому что там должны, типа, выходить другие видеоролики, однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok